здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я уже снимал видео я был на форуме private money 2018 и там в кулуарах было ну так сказать такая по тематике были занятия и одно из этих занятий проводил максим темченко это мой коллега он тоже занимается на ю тубе очень много темы и личных финансов он был на тренингах у очень многих известных лиц у тони роббинса у брайана трейси у роберта киосаки он был на тренинге в америке вот и он провел такой небольшой тренинг на тему почему вы до сих пор не богаты и сейчас я немножечко хочу рассказать о том что он как бы в чем заключалась идея смотрите многим из нас мешает стать богатыми какие-то внутренние барьеры которые у нас голове я об этом неоднократно говорил и что это за барьеры как их выявить вот очень классный метод дал максим темченко но я думаю что он посмотрел его у кого-то итак смотрите у вас наверняка среди знакомых есть кто-то ну у кого очень очень много денег ну вы знаете таких людей и очень даже может быть что эти люди в чем-то вам не нравятся что-то в них такое есть нехорошее вот прямо сейчас прямо сейчас вспомните вот этих очень очень богатых людей и вспомните что вам в них не нравится такие вот отрицательные какие-то черты и три каких-то вот таких вот отрицательных вещей которые вам больше всего не нравится в этих людях вот прямо сейчас остановите видео на паузу поставьте и запишите на бумажке что вам не нравится в этих людях записали а теперь смотрите максим говорит а теперь посмотрите у каждого будет свое абсолютно вот а теперь говорит посмотрите вот эти черты задайте себе вопрос а как эти вот отрицательные вещи вещи отрицательные черты помогают этим людям стать богатыми и которые вам вот абсолютно противно на самом деле а очень даже может быть что это и есть ваши барьеры вот в чем дело и очень даже может быть что именно это вас останавливает потому что он говорит что вот эти отрицательные черты которые нам вообще вообще не нравится а как раз вот именно они и помогают людям стать богатыми поэтому первый этап надо подумать и оценить как они позволяют людям стать богатыми или удерживать деньги и второй этап постараться подумать как это можно применить к себе и третий этап полюбить эти черты характера то есть понять что они абсолютно необходимы для того чтобы стать богатым и так я уже не помню что я написал вот ну у меня очень много соседей богатых вот я живу в общем-то в районе таком где бедные там не так часто встречаются скажем так но я написал что они ну скажем так не очень общительны они не хотят разговаривать с посторонними с кем-то не хотят делиться своими секретами вот в большинстве своем не все вот в большинстве своем они вот такие вот мало общительные это первое второе но я написал что они считают что вот там за деньги можно все купить и как-то пренебрежительно ко всему относятся когда я сидел там рядом со мной сидела девушка она не знала что написать она заглядывала ко мне значит в листочек и поглядывал что я написал ну а я в свою очередь заглянул в листочек того парня который сидел передо мной на этот парень приехал но я услышал разговор их котен из челябинска был приехал значит издалека и он написал что он ему не нравится очень большая ответственность которую надо взять на себя для того чтобы стать богатым то есть у меня вообще такой мысли не было то что ну я привык отвечать за все изо всех вот я всегда был директором блин извините значит но когда ты становишься директором фирмы ты понимаешь что с этом ну и в тюрьму и все прочее можно загреметь то есть это как бы запросто у нас это же россия сынок вот поэтому ну то есть там в 90-е застрелить могли запросто то есть все это было и поэтому ну здесь для меня вот ответственность для меня не было проблемой а да и сейчас я очень не бедный вот но те люди которые вот у меня например да они очень мало общаются потом я подумал а как это им помогает а помните я как-то снимал видео что на пути к богатству нам мешает окружение окружающая среда и что если мы хотим стать успешными мы должны окружать себя успешными людьми мы должны окружать себя успешными удачливыми людьми целеустремленными скажем так и богат и наоборот и надо уходить от тех контактов которые тянут нас назад которые постоянно жалуются и говорят ой денег не хватает и денег не хватает надо уходить от этих контактов и может быть именно поэтому вот эти бешено богатые люди не хотят общаться с посторонними для того чтобы не даже не цеплять вот эти отрицательные энергии которые исходят от тех кто ниже они хотят общаться с теми кто выше я это вижу я вижу как мой сосед буквально значит там короче говоря очень так стремится прямо и штанов вылезти чтобы сказать там но он такой не бедный мягко говоря значит там ну там раньше у него был какая машина была у него инфинити вот это вот здоровенная да и он строил дом дом у него в отличие от моего строя стоит там но я прикидывал как примерно да ну больше миллиона долларов дом стоит да вот и он строил строил дом дом ну у него постоянно там человек 10-15 трудилось они были не в обиде на него по поводу зарплату он требовательный очень но они не обижались по поводу зарплаты я примерно знаю сколько зарплаты у людей и соответственно я могу прикинуть это там за полтора года сколько десять человек получают зарплаты если у них зарплата в районе там сорока тысяч в месяц вот но это не трудно посчитать на самом деле поэтому соответственно я прикинул так думаю ни хрена себе сколько он в дом отложил вот и он свое инфинити так сказать построил дом продал инфинити пересел на мерседес на мерседесе немножко поездил сейчас у него porsche cayenne вот ну как бы то есть понятно что в деньгах человек себе ну не то что не отказывает а деньги вводятся на самом деле как бы не на последнее живет и он стремится всегда я смотрю там приезжает там шишки большие там из москвы иногда значит там они тут какие-то типа светские приемы устраивает но ну то есть он стремится общаться с теми кто повыше а ну как-то я не в таком достатке скажем так вот но во многим вещам я его обгоняю но скажем так там иностранные языки и так далее вот эти все вещи вот он здесь конечно тушуется передо мной вот но тем не менее вот другой сосед тоже вот тут ездит там бенкли всякие мазерати вот так он он боится ну то есть не знаю особенно не общается но как-то он не знаю там у него служба охрана там они там вечно не общается вот не знаю с кем он там общается сверху в правительстве черт их знает ну так сказать я наблюдаю за ними обычные люди на самом деле но но именно вот они стремятся общаться именно в том кругу в котором выше и наверное вот это им помогает и ну я тоже стараюсь конечно но наверное это может быть меня тормозит потому что я достаточно много жил не богато скажем так мягко говоря то есть в начале 90-х там буквально когда гайдаровские реформы я был студентом уже женатым уже с ребенком поэтому там было очень тяжело голодать пришлось сказать там как бы бутылки все сдал в общаге все крупы подъели то есть это было тяжело и родом я из деревни тоже там никто богато не жил я знаю этих людей которые живут бедно и у меня сердце разрывается просто я хочу им помочь я вижу и сейчас я иногда даже вот езжу в метро да когда заходишь тоже вижу людей думаешь блин как же бедно люди живут мне хочется им помочь поэтому наверное все таки я еще не до конца ассоциирую себя с людьми богатыми хотя и с ними я вполне себе общаюсь вот но я не могу оторваться я хочу помочь людям может быть это мне мешает как вы думаете ответственности как раз не боюсь с меня тут не важно но есть люди которые вот я общаюсь тоже с богатыми людьми когда вот они высказывают мне свои страхи например да так сказать там в каком-то тендере надо было поучаствовать я говорю да без проблем давайте я поучаствую вот они да ты понимаешь на что ты идешь и да прекрасно понимаю там ну так сказать должен взять на себя предприятие легко вот они горят ты понимаешь что за это застрелить могут да ладно с чего тут мне городе тенскать не надо сказать меня искать какие проблемы возьмусь и все и без проблем вот но там были другие течения я тендер в то время проиграл ну по крайней мере ну там фсбшники наехали на меня там но не фсбшники а бэк там сказать против меня так немножечко было делом вот но без проблем на самом деле в результате те кто наехал из-за бэпа они уволились из-за бэпа ну их попросили соответственно но тендер я проиграл боятся я ничего не боюсь после 90-х годов те кто пережили 90 уже ничего не страшно друг голод были бандиты там с пулеметами бегали не ребят уже не страшно уже никому ничего не страшно ответственности я не боюсь вот поэтому вот такие рассуждения и ну во первых напишите в комментариях какие отрицательные черты у богатых не нравится вам и подумай и напишите как они помогают богатым стать богатыми это очень очень важно это барьеры ваши на пути к богатству я вижу комментарии людей которые пишут что там на бирже страшные комиссии до вы них знаете хоть такие returns нет нет мы слышали что они страшно это страхи есть люди которые пишут что на бирже там все теряют там сидим это страхи это барьеры которые не дают людям стать богатыми это барьеры это страх что вva комиссии это страх заплатить налоги это страх от биржи, страх от того, что я не знаю ничего, я растеряюсь. И вот эти страхи не дают нам двигаться вперед, вам не дают двигаться вперед. У меня этих страхов нет вообще, то есть у меня без проблем не заржавеет, никуда, так сказать, залезть. Ну, для примера скажу, как-то я был в Швейцарии, например, да, и думаю, ну, просто, ну, как бы, проезжали, говорю, давай заедем в Швейцарию. Заехали в Швейцарию, в Цюрих, по-моему. Нет, не в Цюрих, в Женеве, по-моему, это было. Вот. И, ну, все говорят, швейцарский банк такой надежный, такой надежный, там вообще так круто иметь счет. Думаю, а да, я шутки ради, значит, пойду сейчас, приду с паспортом, скажу, здравствуйте, я вот Демитков Юрий, я хочу в вашем банке открыть счет. Что такого? Вот вы бы пошли? А я пошел, я прихожу в банк, говорю, здравствуйте, я Демитков Юрий, так сказать, вот, I'd like to have an account, current account in your bank. Это был ЮБС банк, насколько я помню. Вот, они говорят, where are you from? Вот, откуда вы? Говорят, из России. Они говорят, о-о-о-о, из России не приветствуется, говорит, минимальная сумма вклада, миллион долларов. Я говорю, ну, миллиона пока нет. Она говорит, сколько вы хотите вложить? Да, я говорю, не сколько, так сказать, ну, там, ну, максимум тысячу евро, так сказать, вложу и все. Вот. Они говорят, минимум миллион, ставка по вкладу никакая, значит, там, я говорю, ну, ладно, так сказать, нет, так нет, миллион я не хочу, говорю, мне просто так, по приколу, говорю, счет в банке открыть. За спрос не бьют нос, правильно? Я просто зашел и спросил. И такое, так сказать, регулярно бывает, я просто захожу, так сказать, совершенно спокойно, спрашиваю людей, а что бояться? Это страхи, это барьеры. Они нам не нужны. Ну, я уже заболтался. Надеюсь, это видео было полезным. Пожалуйста, напишите, что вам не нравится, и подумайте над тем, что я сказал. И обязательно напишите об этом в комментариях. До встречи, с вами был Деменков Юрий.